Такое голосование проводят впервые. Дети с 5 по 11 классы выбирают, кто возглавит школьную думу. Всего два кандидата – Валерий Ситников и Динара Якупова. Оба – десятиклассники и волонтеры. Каждый со своей программы. Быть руководителем Мордон-ученического самоуправления, мне кажется, это достойно. Я сам бывший руководитель. Я был два года президентом школы 168 в Самаре. И мне кажется, что это должность достаточно почетная, но она требует большой и структулезной работы. Голосование проходит в 26 школах и лицеях. Бюллетень не принимает, специальная электронная урна. Волонтеры подсказывают, как правильно вставлять бланк. Такая машина на выходе показывает общее количество голосов, а также результаты каждого кандидата. Но человеческий фактор тоже очень важен. Машина подсчитывает голоса, но без человека, к сожалению, машина не может вам огласить результат и подсчитать процент, подсчитать все остальное. Машина лишь дает точное количество бюллетеней, которые были использованы. Все бюллетени по стандарту. Протокол такой же, как и при выборе президента. Все по-настоящему. Вадим Михеев уверен, что такие выборы заранее готовит активных избирателей. А сегодня они на практике сами поняли, сами увидели, что же значит выборы, что значит от них зависит. Если он пришел и проголосовал за своего кандидата, то и результат он увидит сам. Знаете, вот это я считаю самое важное. Борьба была нешуточная. Из 254 учеников проголосовало только 113. Результаты уже известны. Результаты подведены. Ты согласна? Да. Данил Ишко, Константин Головин. События.